всем ребят привет сегодня у нас очередной выход ехал я на коп и мне попался вот такой вот домик хочу с вами вместе зайти в него и посмотреть надеюсь комрады там у нас еще не побывали вот но в принципе сейчас мы с вами зайдем и посмотрим что у нас там вообще есть если находки будут вы конечно об этом узнаете если вы меня видите значит там что-то у нас было так что смотрим думаю будет очень интересно заодно я расскажу покажу как вам нужно правильно шурфить непосредственно в таких домах это тоже немаловажно потому что некоторые моменты нюансы в принципе есть просто тупо копать можно но не так эффективно и хочу там немножко полазить посмотреть стоит ли там вообще зашурфиться потому что это самый лучший вариант шурфа когда находите старые дома находки там в основном всегда на пол штыка максимум на штык лопаты сейчас вместе с вами зайдем и посмотрим что у нас там в принципе я уже заглянул мусора очень очень много придется большую кучу мусора перелопатить сначала все прибрать но для начала конечно нужно заглянуть и посмотреть стоит ли вообще там что-либо сделать как вы видите срач полный местные жители из этого дома сделали просто-напросто помойку и придется вот столько вот здесь мусора лопатить вот такая вот здесь у нас помойка ну здесь конечно все я почищу уберу здесь весь этот мусор в одну сторону то есть сначала прозвоню один угол почищу я его вот просмотрю что там если находки не будут то весь мусор буду перебирать уже в тот угол где я уже прозвонил все так что вот таким вот способом нужно в домах прозвонили один угол узнали что там нет ничего или же есть до маяка все это вычищаете прозваниваете и потом весь основной мусор который находится в доме уже перекладывайте в тот угол то есть получается очищаете себе место естественно здесь вот перед входом тоже надо будет прозвонить потому что это вход ну и сама основной дом это вот такое как видите здесь вообще полная помойка придется все это чистить дом полностью разрушенный крыши практически нет как решето и мусора конечно вообще жуть полная жесть представлять в таких условиях приходится иногда работать первым делом что нужно вот видите идет такая вот опалубка что-то в этом роде вдоль всей стены ну я всегда говорю что вдоль плинтуса вот она вот она самая такая вещица про которую я вам говорю это как раз в домовых ямах и есть так называемая насыпь и здесь всегда зачастую у нас находки в большей степени находки здесь потому что если монета теряется если она ударяется об стенку она естественно закатывается в половую щель между стеной и полом то есть здесь основная масса находок именно вот в такой вот ерунде здесь всего-навсего на штык лопаты потом ниже спускаемся штык лопаты потом два три четыре и самое глубокое это центральное место так что первым делом мы сейчас прозвоним вдоль стен и так ребят результат сразу же наглядный снял всего два штыка лопаты то есть доску выдернул вот такую вот немножко скинул был сигнал и сигнал это монета вот на монетка что это у нас это у нас царь класс царь 1800 какого года не могу сказать но это нас капуста две копеечки александра первого время наполеона наполеона банапарда александр первый союзниками воевал против этого француза коротышки и вот монета того времени зачетно продолжаю первая находка и царь класс и так ребят две копеечки царицы полей освежил принципе выглядит вот так вот год к сожалению сказать не могу но знаю 1820 какой-то и так ребят систематически буду включаться пусть даже и не будет у меня находок показываю вам как шурфить вот в таких вот ямах это не так все просто как я и говорил изначально сначала один углу очищаем и выбиваем квадратами здесь я уже выбил и вот очередной квадрат здесь я выбрасываю грунт суда прозваниваю и продолжаю копать когда дойду до маяка здесь в углу я уже прошел потому что там всего было на штык лопаты здесь уже глубже и потом вот это вот буду участок прозванивать и это уже буду бросать сюда квадратами нужно выбивать вот такие загаженные места ну и заодно покажу монетку монетка у нас 15 копеек год к сожалению не скажу рамочник наверное 50-е года потому что находки здесь у меня 50 года поднял еще несколько монет 3 копеечки двушка окаменелая копейка и вот такое серебряное колечко такое серебряное колечко выскочило ну естественно вот такой царь интересно царь попался у меня прям под порожком прям именно вот в этом месте может быть какая-нибудь была традиция перед порогом закладывать царскую монету не знаю не знаю поживем мы видим еще вот такие вот солдафоны пулеметчик и гранатометчик такие пока находки ладно продолжаем и так ребята находка из разряда шмундячная но довольно таки интересная смотрите какая сережечка с камушками вот такая красота классно было бы золото и бриллианты был вообще чудо зачастую все на здесь у нас советские ну ладно поковыряемся ребят крупная монета и это стоит вашего внимания смотрите какая что это у нас две копейки 1798 года офигеть офигеть смотрите какой сохран блины и снова это из-под порога вытащил сейчас говоря вот этот порожек и из-под порога снова снова царь под этим порожком у меня был две копейки масонку это царицы полей а сейчас вот в этом потом порожки 2 копеечки офигеть сохран супер классно обалдеть она того стоило смотреть какой сохран что я не могу сказать про советы советы вообще здесь ужасного сохран и ладно сейчас я вам покажу может быть хотя вряд ли стыдно показывать такие находки ну ладно идем дальше и так монетку я две копейки 1798 года павел 1 освежил выглядит она очень очень добротно классная и по себестоимости она ничего особенного не стоит самый дешевый вариант вот на и м цена 180 рублей вот такая монета зачетно и так ребята как говорится со временем приходит и опыт и мне подсказывает опыт в том что в данном случае дом у нас советский находки уже монет наверно больше 15 и все советики и попались два царика царики у нас разного периода 1820 какой-то и павел 1 1798 года и все я их поднял под порогом то есть помимо того что закладывали под угол под первый венец дома как говорится на счастье оказывается еще и закладывали монеты под порог так что вот так вот все приходит с опытом это я только что допер что под порог под порог ложат еще монетки так что вот так вот имейте ввиду ну и на будущее тоже буду всегда особое внимание уделять именно порогом так что вот так идем дальше и продолжаем шурфить небольшой участок осталось дома так что поживем увидим что у нас получится в итоге в этом доме итак у меня визуальный был сигнал визуальный и выпало вот такой вот кругляшок сейчас мы с вами посмотрим что это болит это ребята дезинформация а почему смотрите это я не знаю на пробку не похожи не понятно что но очень здорово было похоже на монету крупного размера ну ладно раз снимать начал хочу вам сказать что здесь был военный автомобилист автомобильные войска поднял вот такие вот петлицы все в разных местах причем вот этот вороток нашел вообще в другой комнате и он у нас был очкарик очкарик автомобилист ладно находки немножко лезут я вам их не показываю такое количество я еще поднял так обломок крестик вот такой вот долго я его гонял очень долго и все же я его вытащил уже приличное количество монет ну а по находкам ребят у меня вот так вот начну со шмурдяка пару советских пуговок со звездой и декоративно володя ульянов серебряное колечко обломок крестика и старая пуговка такая вот у нас и вот такая вот сережка симпатичная красивая какая по монетам ничего интересного это у нас копеечки копеечки некоторые монетки такого вида окаменелого но я думаю они очистятся и сохранщик там будет хороший некоторые конечно более менее добротные монетки вот что у меня из интересного испан монет советского времени было это только рамочники большого обилия 61 года 71 года то есть можно сказать что здесь жили 71 году не так уж и давно и оказывается у меня три царских монеты после того как они у меня полежали в воде откисли и оказывается это вот у нас третий царик 1892 года вот такой царь двушка тоже самая первая находка я был просто радостный когда первая находка царская и думал в целом на фунде здесь будет царь и но зачастую не так получилось вот так по советам дружка интересная 1798 года е.м. павел 1 так что вот так вот ну а помимо монет у меня были еще вот такие вот воины воин пулеметчик я по детстве в такие играл граната мячик и артиллерия пушечка вот такие вот оловянные у нас еще были находки ну думаю в целом неплохо по количеству монет 35 и вот такое количество сопутки для меня сегодня было немножко шокирован те что здесь была находка первая и 2 было вот здесь ну а всегда рекомендую еще проверять углы углы в каждом доме и там потому что бывают закладные монеты я уже начал присыпать за собой оккультуровать как вы видели до начала какой был дом внутри а сейчас в принципе добротный хоть сейчас въезжай и живи здесь я уже тоже начал присыпать тоже была мусорка ужасная итак ребят на этом я буду заканчивать свой видеокоп копали мы сегодня вот в таком вот дом в принципе дом как дом не жалко было его даже и поломать но этого я не делал прозвонил уголки к сожалению монет не было закладных как говорится не знаю может быть их свое время может выковырили но вот такой то у нас домик попался я решил здесь сегодня обосноваться и по находкам в принципе неплохо получилось 35 монет из них 3 царских но я думаю результат в принципе хороший крыше у нас вот такая вот вся уделанная на улице уже жарко и мы немножко здесь вот обосновались и покопали время уже подошло к своему завершению копали мы сегодня в двух комнатках между прочим на аське пришлось убавить громкость как вы знаете я свой прибор аська 250 немножко модернизировал и вставил громкость потому что здесь очень сильное эхо когда вот в этой комнате шурфил эхо уходило на улицу очень жуткое и нужно было убавить или же ходить наушниках ну наушниках я не люблю ходить так что между прочим можете намотать на ус сделать громкость на аське это касается асечников ну на этом наверное закончил свой день солнышко в принципе еще позволяет покопать но все злачные места я здесь покопал есть места где еще можно покопать это вот в этом уголке но он сильно как вы видите заваленный и я не хочу больше тратить сегодня силу сейчас все да да присыпем вот чтобы было добротно чтобы после себя не было здесь ям котлованов вот на и на этом будем заканчивать так что надеюсь вам видеосюжет понравился как правильно нужно нужно шурфить непосредственно в домах которые очень сильно замусорены это просто мусор выбираем в одну сторону потом его переносим в другую и уже потом можно и этот мусор больше не трогать ну в целом вот так вот на этом ребят я и закончу всем пока и до новых встреч либо на копе либо на шурфах удачи и хороших сигналов под катушку субтитры сделал DimaTorzok